Друзья, друзья, сегодня у нас очень хорошая лекция. Проблема Евангелия и закон. Мои дорогие друзья, все вы, наверное, хорошо знаете, ну как, сто процентов знаете, что в мире существует, мы говорим только сейчас о христианском мире. В христианском мире существует очень много динаминаций. Сегодня на нашей земле существует около трех тысяч христианских вероисповеданий. И поэтому представьте себе, как человеку определиться, где правда. Многие люди из-за того, что не имеют информации, думают, что ну что там есть православные католики, там греко-католики, там протестанты, там баптисты, адвентисты, пятидесятники, харизматы. И думают, что это весь букет. Это только чуть-чуть. И поэтому на земле существует много конфессий. И каждый претендует на то, что он говорит истину. Мы в пятницу с вами попробуем определиться, где же эта истина. Какая конфессия обладает этой истиной. Где же у Бога правда на земле. Есть ли у Бога на земле церковь, которую он называет, это моя церковь. Мы об этом будем говорить в пятницу. Но сегодня я хотел бы, чтобы вы искренне посмотрели правде в глаза. Что вместе с вами мы имели возможность поразмыслить, откуда возникли проблемы. Как они проникли. И насколько легко человеку, который любит Бога, который верит Библии, насколько легко эту шелуху всю отбросить в сторону и сказать «Каюсь, Господи, пред Тобой, что в слепоте своей следовал не знаю куда, а теперь для меня истина очевидная». Поэтому мы сегодня попытаемся открыть, против какого закона восстает апостол Павел, почему Христос некоторые вещи заявляет в Евангелии, что явно высвечивается, что он выступает против книжников, фарисеев. И кажущееся впечатление, что он выступает против закона. Что же это за закон, против которого закона выступает и Библия, и выступает Новый Завет, выступает апостол Павел в основном. Поэтому сегодня у нас есть преимущества. Но в самом начале давайте мы сделаем некое определение. Послания, которые были написаны апостолами. Кому они были написаны? Вот здесь есть три ответа. Это было написано только неверующим. Это было написано только верующим. Или это было написано всем? Вот смотрите, я один буду воевать против вас. Никогда не всем. Евангелие, Новый Завет делится на четыре части. Первая часть, это четыре евангелиста описывают. Это те, которые видели Иисуса, общались с Ним. И они описывают историю жизни Иисуса и показывают, как исполнились пророчества Ветхого Завета в личности Иисуса Христа. Это Евангелие. Вот эта часть Библии написана абсолютно всем людям. Следующая часть Библии – это деяние апостолов. Это история первой христианской церкви. И это написано, опять же, всем людям, которые хотят знать, как развивалось христианство. А затем идут послания. А послания написаны только верующим. И есть еще книга «Апокалипсис», которая пророческая, говорит о последнем времени. Вот смотрите, послание. То есть, существует церковь, если вы знаете, вот эти все названия. Послание к римлянам, послание к коринфской церкви первой и второй, послание к галатам, послание к ефесской церкви, послание к филиппийцам, послание к филимонам, послание к колоссианам и так далее. Послание. Кому? Называется город. А в этом городе? Что просто городу? Вот послание Винницы. А кому в Виннице? Верующим христианам. И вот посмотрите, когда возникали... Это для меня очень важный аргумент. Для того, чтобы определить, на чем мы строим фундамент своей веры, как христианин. Послание апостола. Это говорит о том, что христиане... Я хочу, чтобы вы заметили, что христиане, они были уже христианами. Когда Павел пишет или Петр пишет послание, он пишет тем, кто... Они уже имели фундамент истины. Они не нуждались в том, чтобы апостол Павел говорил им, с чего нужно начинать, как христианину. Они уже были христианами. Они уже знали все, скажем, пункты вероучения. Они знали все догмы, что нужно делать, как нужно делать и так далее. Им нужно только было... Почему пишут послание? Возникали проблемки внутри церкви. Не у безбожников. Внутри церкви христианской. Возникали трудности, проблемы. Межличностные проблемы. И тогда божьи служители, апостолы, писали им разъяснение, как поступить в той или иной ситуации. Как разрешить ту или иную проблему церкви. Но они писали церкви. Поэтому я делаю серьезный вывод. Послания, написанные апостолами. Грех перед Богом использовать их для того, чтобы основывать на них вероучение. Вероучение основывается не на посланиях апостолов. Послания апостолов написаны церкви, которая имела вероучение. Но у которой возникали проблемы. И для того, чтобы разрешить проблемы, апостолы писали, как решать ту или иную проблему. Вы меня услышали? Грех перед Богом основывать веру христианскую на посланиях апостолов. Вы слышите, как я говорю? Я не боюсь это говорить. Это абсолютная правда. Основание веры основывается не на посланиях. А послания только помогают некоторые узелки, о которых не было до этого времени написано в писаниях, развязать и поставить точки над «и». Поэтому все христиане, а я хочу сказать, что большинство протестантского мира построили свое вероучение на посланиях. Мне очень жаль. А основы веры вечного Евангелия отодвигаются в сторону. И давайте мы попробуем с вами посмотреть. Наглядный пример, чему учили апостолы. А все, что писано было прежде, написано нам, наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду. Из каких писаний? Будьте откровенны. Из Ветхого Завета, потому что тогда не существовало еще Нового Завета. Итак, основание вероучения, на чем строили апостолы? На Ветхом Завете. Читаем дальше. «При том же ты и знаешь из детства священные писания, которые могут тебя умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно, полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен, Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Скажите, о каких писаниях говорит апостол молодому Тимофею, что ты из детства знаешь? Какое писание знал из детства Тимофей? Ветхий Завет. Нового Завета не было. И что может сделать Ветхий Завет с человеком, с христианином? Умудрить. Он может быть обличением, исправлением, наставлением праведности, чтобы человек обистиг праведности Божией. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Это все делает Ветхий Завет. Поэтому я хотел бы, чтобы вы серьезно относились к Библии. Друзья мои, проблема заключается в чем? Да, я задаю тут вопрос. Ветхого Завета достаточно для христианина, чтобы быть спасенным или нет? Недостаточно? Тогда апостол Павел врет, когда он пишет послание Тимофею. Скажите, пожалуйста, хорошо, что вы так мне ответили. Если нет, тогда ни один апостол и все первые христиане, они не будут в вечности. Потому что они никогда не читали Новый Завет. Как вам нравится это? Апостолы будут в Царстве Божьем? Будут. А первые христиане и тот же Тимофей, он будет в Царстве Божьем или нет? Будет. Как он туда попадет, если бедный никогда не имел в руках Нового Завета? А он основывал свою веру в Иисуса Христа и вообще в Господа Бога на основании Ветхого Завета. Поэтому сегодня я хочу сказать, это огромная ошибка. Ошибка, которую сделали богословы, потому что они поделили Библию на Ветхий Завет и Новый. И они разделили ее на две части и сказали, первая часть относится только иудеям, а вторая часть Новый Завет. Это для нас, христиан. Какой обман! Какой обман! Посмотрите, что говорит апостол Павел. «Проповедуй слово, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». И сегодня мы с вами посмотрим, как христианский мир обратился к басням вместо вечного Евангелия, вместо истины Божьей. И они верят всему, чему только возможно, что можно придумать и сфантазировать, вместо того, чтобы верить последовательности вечного Евангелия. Поэтому сегодня давайте попробуем открыть эту великую истину. «Ибо Иисус сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Как я бы хотел, чтобы сегодня, уходя из этого зала, каждый стал свободным. Абсолютно освободился. Чтобы он чувствовал, я свободный человек. Я понимаю Господа, Он мой Спаситель. И я знаю, что Он меня спас. И я хочу быть верным Ему. И я хочу быть последовательным христианином. А не так только срезать где-то вершки там наверху и думать, что я уже христианин. Христианство – это действие. Это не слова. Это не то, что я верующий, я христианин, я люблю Иисуса, я знаю, что Он умер за меня. Это всего лишь ноль от того, что я это знаю и это заявляю. Христианство – это действие. И поэтому мы сегодня попробуем определиться, как это быть свободным, когда вы познаете истину. Итак, попробуем понять проблему Евангелия Закона. Апостол пишет, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Библия говорит о том, что закон, он представляется тенью будущего блага. И, конечно же, возникает вопрос, а что такое будущее блага? Ветхий Завет проповедует, что придет будущее блага, что придет благо, которое принесет радость всему человечеству. Что же это за благо? Давайте прочитаем еще текст. Апостол Павел говорит, «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков». Позвольте задать вопрос, что представляет собой благодать Божью спасительную для всех человеков? Спасибо. Кто-то сказал громко, «Христос!» Иисус – это спасительная благодать. То, что Он сделал на Голгофе, это спасительная благодать. И всякий, верующий в Него, имеет вечную жизнь. Библия говорит, и на суд не приходит. Христос – это добрая весть. Это благо. И апостол Павел говорит, что благо пришло. Пришло. Явилась благодать Божья. И она спасительная для всех человеков. Итак, посмотрите, закон имеет тень будущих благ, и здесь благодать. Вы видите, корень один и тот же. Благ и благодать. Один корень. То есть, благодать. Благодать. И Бог дал благодать. Дал благо людям. И Павел говорит, пришло благо. И это спасительное благо для всех человеков. Итак, закон имеет тень будущих благ. Что представляет собой закон, который является тенью Иисуса Христа? Мы уже с вами сказали, что благодать – это Иисус. Тогда возникает вопрос. В Библии есть закон. В Ветхом Завете есть закон. Этот закон, апостол Павел говорит, есть тень будущего Иисуса Христа. Был тенью будущего Иисуса Христа. Возникает вопрос. Закон, который написан на двух каменных скрижальных, десять заповедей, является он тенью? Как он является тенью? Как в этих десяти заповедях можно увидеть Иисуса Христа? Я пробовал очень серьезно исследовать и не нашел ни в одной заповеди, ни одной мысли, чтобы он был тенью блага. Никакой не нашел я мысли в законе Божьем, в десяти заповедях, чтобы они были благом, будущим благом. Итак, это были десять заповедей или какой-то другой закон. Я должен сказать вам, что проблема многих исследователей и богословов, что они смешали кучу, кашу сделали и едят кашу, и думают, что они все хорошо понимают. А я люблю раздельно кушать, и оно вкуснее. И мы сейчас посмотрим. Это разграничение двух законов знает каждый серьезный исследователь Библии. Это четко знал каждый еврей. Это четко знали пророки и использовали это разделение. Итак, детали, которые отличают Божий закон от другого закона. Посмотрите, что говорит Библия. «Правда твоя вечная и закон твой, Божий закон, какой он? Истина! Божий закон – это истина! Это очень важно! Это отличительная черта Божьего закона! Это истина! И давайте сделаем открытие одно. Что является Божьим законом? Посмотрите, что говорит Господь, прежде чем Он дал закон. «Сделай ковчег из дерева сетим, и это такой ящик, и с дерева сетим, и было обложено золотом, а затем в ковчег положи откровение, которое я дам тебе». Проблема многих людей, что они попутали очень серьезно. И они называют десять Божьих заповедей законом. Это общепризнанное как бы, но Библия не говорит о десяти Божьих заповедях как о законе. Библия называет их другим языком. Давайте будем читать. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения. Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. И взял и положил откровение в ковчег. И закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею». Итак, как Бог называет десять заповедей? Откровением. А люди как называют закон Божий? Да, люди сегодня называют, я смиряюсь с тем, что сегодня называют это. Но Библия не называет откровение законом Божиим. Библия называет это откровением. И только иногда по этической форме поэты те древние использовали слово «закон», чтобы показать, что это об откровении. Но они играли тут, играли словами. Еврейская поэзия, она часто играет словами. И они тут же говорят «закон» и тут же говорят «откровение». Поэтому Божье десять заповедей – это откровение. Давайте сделаем определение. Божий закон, он написанный Божьим перстом, является Божьим откровением. И хранится где? В ковчеге. «Положи его в ковчег». И написано, и Моисей положил в ковчег откровение. И даже ковчег назвали ковчег откровение. Потому что там хранится Божье откровение. Вот это то, что определяет или выделяет Божий закон. Но есть еще один закон, о котором невозможно не знать. И нельзя это совмещать. Это совершенно разные вещи. Закон Моисея или книга закона называется. Она еще пятикнижная, Моисея называется. Брядовый закон, церемониальный закон. Евреи называют Тора. Это все имеет одно и то же определение. Но это не имеет отношения, ни одно из этих букв и слов не имеет отношения к Божьему откровению. Давайте посмотрим, откуда появилось это. И насколько это реально, что существовало, вот это существовал, вот этот закон. Будем читать. Апостол Павел заявляет. Ибо во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым. Вы слышите? Не откровением Божьим, а законом Моисеевым. Или вот Хелкия, первосвященник, сказал Шафану Песцу. Книгу закона я нашел в Доме Господнем. Вы слышите, как называется? Книга закона. А Божьи десять заповедей это книга? Нет. Это скрыжали откровения. А это книга закона. Заявление Соломона, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди чьей? Есть Божьи заповеди, и есть Моисеевы заповеди. И это не одно и то же, друзья мои. Мне стыдно за многих богословников, что они слепые. Мне стыдно за них. Давайте будем читать дальше. Итак, кто написал этот закон? Закон или книгу закону? Давайте детали посмотрим этого закона, или Моисеева закона. Когда Моисей писал книгу «Все слова закона» сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господа, сказал, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельством против вас. Итак, скажите, это одно и то же, где должна была быть книга Моисея? Рядом с чем? С и ковчегом, которым были положены откровения. И вы заметили, что написано? Очень интересные слова. И она, эта книга закона, там будет свидетельством против вас. Она будет работать против вас. А закон Божий работает против человека, когда он открывает характер Божий? Наверное, нет. Он хочет помочь человеку, чтобы человек видел, в чем его проблема, и искал Господа и прощения у Господа. Поэтому Божьи заповеди направлены, чтобы помочь человеку. А эта книга будет работать против вас, свидетельством будет против вас. Итак, какой закон будет работать против евреев? Книга закона будет свидетельством против тебя. Кто пишет этот закон, книгу закона, кто написал? Рука посредника, имя этого посредника? Моисей. Скажите, это правда или ложь? Это правда. Это правда. Ну а теперь сделаем параллель. Итак, посмотрите на различия этих законов. Закон Божий, написанный перстом Божьим, является Божьим откровением, хранится в ковчеге Завета. Закон Моисея, это книга закона, написан рукой посредника Моисея, и является законом, хранится подле ковчега. Скажите, можно вот этот вот зеленый квадрат, вот нижний, вот разделяющий полоса, вот эту нижнюю часть, и эту смешать в одной, сказать, что это одно и то же? Друзья мои, весь христианский мир смешал кучу и сказал, что это одно. И самое главное, что для них самое главное, отречься от откровения Божьего. И им помогает это сделать закон Моисея. И поэтому они считают, что они умные христиане, спасены Господом, благодатью Господа спасены. Друзья мои, очень серьезно нужно задуматься. Очень серьезно. И мы сегодня попробуем посмотреть. Смотрите, пример закона Моисея, как они работали, насколько это действительно законы. Заповедуй Арону и Синамию, вот закон всесожжения. Скажите, это закон или нет? Библия говорит, это закон. Как нужно его приносить? Скажи Арону и Синамию его, вот закон о жертве за грех. Скажите, четко определено, что это закон или нет? Да, Библия заявляет, это закон. И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о левитах от 25 лет и выше должны вступать они на службу для работ, при скине и собрании, а в 50 лет должны прекращать отправление работ. Скажите, это закон или нет? До 25 лет не имеешь права быть священником, не имеешь права работать на левитском служении, и в 50 лет ты должен распрощаться с этой работой. Скажите, это положение закона или нет? Да, это закон. Библия говорит, это закон. Друзья мои, и так есть закон, есть закон, который написала рука посредника, рука Моисея. Какова же роль Божьего закона? Мы давайте разграничим работу Божьего закона, Божьего откровения и закона Моисеева, потому что они работают в разных направлениях, абсолютно. И так роль закона Божьего. Ибо законом познается грех. Помните, как я вам сказал, докажите, что я грешник. Правда? Как можно доказать, что я грешник? Открыть 10 заповедей, проверить, проанализировать Антонюка, продиагностировать и показать ему, дорогой, ты в этом грешишь, в этом, поэтому ты грешник. Так или нет? Закон показывает, что я грешник. Вот, я не иначе узнал грех, как посредством закона. Как определить, что грех? 10 заповедей помогает определить, что грех. А закон Моисеева не определяет, что такое грех. Только 10 заповедей. Нарушение любой из этих 10, прямо или косвенно, это является грехом. И я хочу вам сказать, позвольте сделать еще одно серьезное заявление. Библия – это комментарий Господа Бога к 10 его заповедям. В Библии есть история происхождения мира, то есть есть история, в Библии есть предсказания, пророчества, в Библии есть поэзия, и в Библии записаны 10 божьих заповедей. Все остальное в Библии – это комментарий Господа Бога к 10 божьим заповедям. Не человеческий комментарий, а Божий. Поэтому и прямо, и косвенно можно грешить против 10 божьих заповедей. Итак, что такое 10 божьих заповедей? Это истина. Это морально-нравственные нормы поведения. Это то, что открывает грех. После распятия Иисуса Христа на кресте Бог не поменял нравственные нормы поведения. То, что было грехом до распятия, является грехом и после смерти Спасителя. Как тогда, так и теперь грех есть нарушение Божьего закона, и возмездие за грех – что? Смерть. Я хочу вам сказать, это очень серьезно. Ничего Бог не менял. Все осталось тоже. Это морально-нравственные нормы поведения. Как же еврей мог омыться от греха в Ветхом Завете? Вот тот момент, где начинает работать закон Моисея. Вот это момент. То есть, закон Божий открыл грех, и человек говорит, я сделал грех, я сделал грех, что мне делать? Моисей говорит, у меня в законе все написано. Читай и делай, как написано. И он читает, бери жертву за такой грех, вот такую жертву, ягненка, барана там, или овцу, или козу, а может быть только горлицу, а может быть быка, и веди ее в храм. Исповедуй грехи свои, возлагай руки, перерезаешь горло, течет кровь, священник берет этой крови, носит святилище и так далее. Скажите, это просто или это законы? Это не закон? Это закон! Но это закон, что помогает человеку обрести? Еврей, когда все это сделал, все это сделал, выходит священник и говорит ему, Бог любит тебя, Он прощает тебя, Он прощает каждого грешника, и так, как ты сделал все по книге закона Моисеева, можешь идти с миром домой. И человек идет и радуется, все, сюда пришел грешный, а отсюда пошел счастливый, уже без греха, омытый от греха. Кровь этих козлов и тельцов, она символична, не по-настоящему символична, как бы омывала человека от греха. Поэтому, смотрите, что нужно было еврею для того, чтобы получить прощение? Чтобы со святилища уйти уверенным в своем спасении. Значит, первое. Каждый еврей, каждый патриарх, он знал о пришествии Мессии. И они знали, что однажды придет Мессия, семья жены, и поразить змея древнего голову, а змей олицетворял кого? Дьявола и сатану. И что придет Мессия и положит конец. И поэтому этого агнца, которого я несу и заколаю пред Господом, во святилище, в храме, он, этот агнец, символизирует моего спасителя, Мессию, который придет, чтобы подарить мне вечную жизнь. И поэтому, Господи, я верую, что тогда, когда придет Мессия, он меня спасет. И сегодня смотрю на этого агнца, я это прототип твой, и верую, что ты придешь меня спасти. То есть, это у еврея нужно было, чтобы получить прощение, ему нужно было покаяться, принести жертву и веровать в грядущие, в тень будущих благ, грядущего Мессию, грядущего Спасителя. И вот, если эти три составляющих есть, еврей получал прощение и шел домой свободный, без греха. Как же сегодня христианину иметь прощение грехов? Вот в Новом Завете, нашему современному человеку, как, скажите, сегодня в этом зале грешники есть? Конечно. Теперь вот вопрос. Как мне сегодня получить прощение, если я знаю, что я сделал грех? Что мне нужно сделать? Давайте посмотрим. Я должен покаяться в грехе или нет? Да. Остается. У еврея было покаяние, и у меня тоже остается покаяние. У еврея нужно было еще плюс жертву принести. А мне нужно сегодня приносить жертву? Нет. А что нужно? То, что третье было у еврея. А у еврея было вера в грядущего Мессию. А нам вера в пришедшего Мессию. Уже исторический факт, что он пришел, стал спасителем, умер на Голгофе за меня, и там он омыл меня от моих грехов. И я прихожу мысленно на Голгофу и говорю, Господи, согрешил. Сделал, например, там, обворовал то-то и то-то. И сегодня, Господи, искренне все это отдал уже человеку, которого своровал, потому что это зло. И прошу Тебя, прости меня, Господи, омой меня своей кровью. Скажите, Бог услышит такое покаяние? Услышит! Библия говорит, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Поэтому, если вы чувствуете, что вы грешник, почаще приходите на Голгофу. Там прощение грехов, там спасение от грехов, там избавление, там очищение, там светлая надежда. Приходите к Иисусу. Ну и теперь, конечно, указывала на Христа система обрядов и жертвоприношений, закон Моисеев, но никогда не 10 заповедей. Когда появились 10 заповедей? Давайте вспомним. Четвертая заповедь. На первых страницах Библии написано «Присотворение мира». Что Бог сделал с субботой? Он почил, затем что? Благословил и что? И осветил ее. Затем вспомните, когда, скажите, четвертая заповедь работала? Да, она работала до Синая. А затем вспомните, Каин убивает брата своего Авеля. Скажите, заповедь не убей, работала или нет? Работала, он сделал грех. Библия называет это грехом. Иосиф, когда находится в Египте, будучи рабом и управителем дома Патифара, когда его жена Патифара, его госпожа предлагает ему лечь в постель, а он знает, что это грех, что он говорит? Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Патифаром? Нет! Он знал, что седьмая заповедь работает. И поэтому он не согласился лечь в постель. Он говорит, я боюсь Бога. И я не хочу идти на компромисс со злом, с грехом. Я хочу оставаться верным моему Господу. И поэтому никогда я этого не сделаю. Пусть с тобой спит твой муж Патифар, но я этого не сделаю. И он молодец. Он соблюдал Божьи заповеди. Тогда, когда еще двести с лишним лет после этого евреи находились в этом, в египетском рабстве. А только потом Бог дал десять заповедей. И так закон Божий существовал до Синая. А на какое время Бог дал десять заповедей? Давайте прочитаем. Все заповеди Его верны, тверды, на сколько? Навсегда. Навсегда. Друзья мои, их десять. Не восемь и не девять. И если написано все заповеди Его верны, тверды, навеки, как можно выкинуть две или одну заповедь и находить себе какое-то объяснение, человеческую какую-то философию, для того, чтобы спокойно дышать и грешить? Это же самообман. Давайте посмотрим на другое. Когда появился закон Моисея? Павел, апостол язычников, пишет. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвестило Аврааму, тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвую, ибо написано, проклятся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге законно. Вы услышите это? Потому что я хочу сказать, тем, которые оправдывают себя нарушением какой-либо из десяти заповедей, здесь ни слова не говорится о Божьем откровении, здесь все написано только о книге закона. Моисеево закона, да, книге Моисеево закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Скажите, о каком законе написано? Моисеем? Моисеем законом никто не оправдывается. Здесь не написано о скрыжалях откровения ни одного слова. А христиане, особенно протестантский мир, сегодня базируется на этих текстах, что надо футболить четвертую заповедь. И Божий закон. Но это же неправильно. Давайте читаем дальше. Но Аврааму были даны обетования и семени его. Мы читаем, когда появился закон Моисеев. Не сказано и потом как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которая есть Христос. Я говорю, Павел говорит, то, что закон, явившийся спустя 430 лет. Какой закон явился спустя 430 лет? Давайте не торопимся. Мы дочитаем до конца. Не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Вы знаете, о чем идет речь? О том, что Аврааму было дано обещание в семени твоем благословятся все народы. Вот после этого, через 430 лет, появился новый закон. Какой? Для чего же этот закон, который появился через 430 лет? Он дан после по причине преступлений. Грехи умножились у людей. До времени пришествия семени, к которому относятся обетование, и преподан через ангелов рукою чею. Скажите, а это написано о десяти божьих заповедях? Как христианский мир, богословы, серьезные, именитые богословы, читают этот текст и смотрят в этот текст, и видят в нем откровение скрыжали закона Божьего? Никогда не могу понять. Вы видите о скрыжалих откровениях хоть слово здесь? Ничего. Написано все, а рукой посредника через 400 лет был дан закон, а не 10 заповедей. А 10 заповедей были до Синая. Просто в письменной форме их не было для человека. И правильный Бог своим перстом написал, а здесь рука посредника через ангелов. Вот это очень важно. И мы должны... Скажите, нужно разделять откровения Божьи и закон Моисея? Или можно кашу сделать? Нельзя делать кашу. Иначе, делая кашу, мы погибнем для Царствия Божьего. Мы тогда не будем знать, какой Божий путь, по которому мне идти, чтобы иметь вечную жизнь и спасение. И поэтому я хочу сказать, откуда начинается закон Моисеев? Начиная с книги Исход 21 главы и до книги Второзакония, все, что имеет отношение к священодействию в скине и собрании, или во святилище, в храме, все, что связано со священством, с левицким священством, с жертвоприношениями, это все закон Моисеев, который прекратить свое существование во время пришествия семени. Так Павел пишет. Поэтому с пришествием Христа, какой закон заканчивает свое существование? Моисеев. А в десяти Божьих заповедях такое написано? Нет, друзья мои, нет. Итак, пророки четко разделяли этот незакон. Чтобы вы не думали, что это Антонюк придумал. Исаия говорит, обращайтесь к закону и откровению. Когда люди говорят, что нужно идти там вызывать мертвых духов, чтобы они предсказали, чему нужно быть. А Исаия говорит, грех делайте. Вы обращайтесь к закону Моисею и откровению. И там вы найдете, нужно ли идти к духам умерших, чтобы они предсказали, что ожидает будущих. А в Моисеевом законе и в откровении написано, что это грех, это зло. И поэтому закон Моисеев, это закон. И откровение, оно учит, что такие вещи делать нельзя. И поэтому четко пророки различали, что такое закон и что такое откровение. Закон Божий или откровение основан на любви. И я вам это уже показывал. Ну и теперь у меня вопрос. Первая скрыжаль четыре заповеди, это по вертикали любого человека к Богу. А шесть на другой скрыжали, это любовь по горизонтали, любовь к ближнему своему. Скажите, у виду того, что Христос был распятан на кресте, что не нужно любить Бога и ближнего больше? Скажите, нужно отвергнуть это? Вы понимаете суть? Люди смешали все и решили, что... Но самое главное, что ни один христианин не отвергает восемь заповедей. Такого христианина на земле не существует, чтобы он восемь заповедей отвергал. Есть такие, которые отвергают одну, и есть такие, которые отвергают две. А все остальные, они говорят, как же, ну это надо делать. А как так, когда Библия говорит, что все заповеди десять на веки и веки. А они решили, что они могут выбрать, какие им подходят, какие нет. Скажите, это правильно? Нет. Хорошо, идем дальше. Мне попала в руки книга, которая называется «Синай или Голгофа». Это пастор Брынза, евангельские христиане-баптисты, является как бы компилятором этой книги, этой брошюры. И я просто хочу почитать, меня это тронуло до глубины души. Это непонятные богословы. Израиль жил под действием закона, и эта эпоха всю жизнь регулирующего закона была эпохой переходной. Навсегда минувшей после того, как мы имеем крест Господень, конечная цель Христос. Он есть и конец закона. И в то же время законодатель нового закона. Для детей Божьих закон отменен. И эти тексты, которые он приводит, это специально его толкование. Они не говорят так. Он не различает законов. Они умерли для закона. Каменные скрижали, как образ природного невозрожденного сердца, разбиты. И на их место явилось плотяное возрожденное сердце, на котором Дух Святой начертал свой закон. Благодаря чему человек становится письмом Христовым. Послушайте мое резюме. Какой Дух же давал десять Божьих заповедей? Дьявольский, наверное. В Новом Завете Дух Божий дал свой закон. А в Ветхом Завете Бог дал сатанинский закон, десять Божьих заповедей. Вы можете представить, как можно вот это все так играть? То, что было грехом до распятия Иисуса, тоже остается грехом сегодня. Иначе Бог действует бесчестно. Он манипулирует разумными существами. Это мой вывод. Тогда необходимо, чтобы Христос снова пришел в мир и умер за новые грехи нового закона. Если тот закон, Христос умер и упразднил тот закон, и если он дал новый закон, скажите, этот новый закон люди нарушают или нет? Наверное, тоже нарушают так, как и тот нарушали. А Христос не умирал за этот закон новый. Значит, ему еще раз нужно прийти и умереть. А книга евреям говорит 9 глава 27 текст, что Христос однажды пришел в этот мир и принес себя в жертву для искупления всего человечества. Второй же раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его воспасения. Он раз умер. И вы подумайте себе, когда наступит Царство Божие, и Бог возьмет на небо евреев, тех, которые жили до распятия Иисуса Христа, которые были верны Богу, и затем он возьмет христиан. И евреи, когда посмотрят, что Бог, вот скажем так, муж попадает в Царство Божие, а жена не попадает в Царство Божие, потому что жена нарушала субботу. И представьте себе, приходит еврей в Царство Божие, этот муж, и видит, что жены нету, говорит, почему? А ты помнишь, как она нарушала субботу? О, да. А потом смотрит там, а баптист ли, пятьдесятник, не имеет значения, христианин Нового Завета, заходит туда и говорит, а я плевал на эту субботу. Христос ее упразднил. Как Христос объяснить еврею, что он справедливый, что он его жену не взял в Царство Божие за нарушение субботы, а вот этого после распятия христианина, нарушающего субботу, взял в Царство Божие. Скажите, у Бога будет объяснение? Скажите, это обман или нет? Такой же самый грех по отношению субботы, который был до распятия Христа, такой он грех остается и после распятия. Как заповедь «Не убей» работала до распятия Христа, так она работает и сегодня. И каждая из десяти. Подумайте об этом. Бог не человек, чтобы ему изменяться. Он постоянный, он стабильный, и его заповеди навеки и навеки. Что же тогда произошло? Против какого же закона выступает Павел? Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Какой закон? Это очень интересно. Вы оправдывающие себя законом каким? Друзья мои, а мне говорят христиане, что я оправдываю себя Божьим законом. Божьим законом тоже нельзя оправдываться, но здесь слова нету о Божьем законе. Здесь все написано о законе Моисеем. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Скажите, пожалуйста, какая из десяти заповедей говорит о том, что нужно обрезываться? Посмотрите на эти заповеди, посмотрите на них. Говорит, учит хоть одна заповедь об обрезании. Скажите, в каком законе это написано? Книги закона? В Моисеевом законе. Но никогда не десять заповедей. И поэтому речь шла в послании к Галатам 3 главы. О каком законе? В Моисеевом законе. И книга закона, написанная рукой посредника Моисеев, все из этого закона Моисеевого, указывающие на Христа как Мессию, прекратили свое существование со смертью Иисуса Христа. Ну, это я вот цитирую опять те тексты, которые вы уже видели. Поэтому, друзья мои, нельзя подменять и подставлять и обманывать себя и другого человека. Я вам расскажу одну историю. Однажды это было во время Советской Союзной. И это абсолютная правда. Во время Советского Союза часто были коммунисты священниками. Очень часто было. Ставленниками. Для того, чтобы разрушать церковь и так далее. И вот такой священник один, это в России происходило. Он не знал Писания, не понимал его. Но он отправлял службы. И однажды пришел один человек, который каким-то образом купил, достал Библию. И очень сложно было при Советском Союзе купить и достать Библию. И вот он купил Библию, и он стал читать. И он прочитал первых несколько страниц и прибежал к батюшке. И говорит, батюшка, я вот такое прочитал, такое прочитал. Он говорит, что ты прочитал? Послушайте. Уже на первых страницах Библии, первые дети Адама и Евы, Каин убил своего брата. Как это могло? Они знали Бога, только вышли из рая. И вдруг уже убивает брата своего. Это же неправильно. Он говорит, подожди, я сейчас скажу. А у него был метод. Он не знал Писание. И он открывал, где откроется. Говорит, сейчас я скажу. И открывает, и читает. Иди и ты поступай так же. Я вам хочу задать один вопрос. Скажите, можно так подходить к толкованию Священного Писания? Это абсурд. Это абсурд. Бойтесь Бога. Нельзя так толковать Писание. Нужно исследовать его. Нужно собирать все тексты Библии на одну и ту же тему. Для того, чтобы вывести урок, что это. Что Бог хотел сказать тем или иным действием. Апостол Павел говорит о проблеме. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Которое, впрочем, не иное. А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить в благовествование Христово. Я вам расскажу проблему. Друзья мои. Апостол Павел замечательный проповедник Вечного Евангелия. Апостол Павел действительно он написал однажды, что я больше потрудился, чем все апостолы другие. Я ему абсолютно верю. Изучил апостолов, их жизнь. Я хочу сказать, это абсолютная правда. Он больше всех потрудился для Господа, для спасения людей. Чем он занимался? Он шел с одного города в другой, с одной страны в другую страну и проповедовал людям и организовывал новые церкви. И когда он организовал новую церковь, он некоторое время пребывал там, обучал способных людей, как преподавать истину. Возлагал руки, молился над ними, так как учит священное писание. Рукополагал их и предавал их Духу Святому, молясь за них. Он покидал их, говорил, проповедуйте Евангелие и дальше обучайте церковь, а я пошел в другой город. И так Павел делал постоянно. Что в это время делали некоторые так называемые христиане. Христиане иудействующие. Которые чтили закон Моисеев. Они через некоторое время приходят в тот город, где Павел проповедовал, организовал христианскую церковь. И говорят, а кто у вас тут, кто организовал эту церковь? Апостол Павел Великий, говорят им. О, мы знаем Павла. Павел действительно был великий. Но послушайте. Павел постоянно идет организовывать новую церковь. Он не успевает все сказать. Поэтому мы пришли для того, чтобы помочь сказать вам то, что не успел вам Павел сказать. И они слушали. А они говорили, помимо того, что вы спасаетесь верой в Иисуса Христа, благодатью Господа Иисуса. Помимо того, что вам нужно соблюдать заповедь Божьей и так далее, и так далее. Помимо того всего, что является основанием веры. Вам нужно еще обрезываться. Вам нужно соблюдать еще праздники. Кущий праздник. Пасху надо соблюдать. Надо вам еще вот это соблюдать. Седмицы. Вы понимаете, это очень важно. Павел просто не успел. И они дурили. Простите, что я правду говорю вот прямо. Они дурили, обманывали людей и хотели язычников сделать иудеями. Павел, когда узнавал об этом, когда к ним посылали гонца и говорили, что пришли вот некоторые и говорят, что это, это делать. А ты нам не говорил. Павел тогда писал послание. И в послании говорил о том, что это ненормально. Не нужно вам всего это делать. Что я все вам сказал, что нужно. А чего я не говорил, да будет анафема. Потому что он преподавал полноту истины Божьей. Он все сказал, что нужно для спасения. И поэтому он чувствовал себя искренне чистым перед Господом. А вот те люди создавали проблемы. И поэтому из-за этих проблем появилось так много посланий Павла. Из-за того, что иудеи, христиане, сеяли вот эти злые семена. Смотрите, дальше идет речь об этом. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнауэю, взял с собой и Тита. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Элина, не принуждали обрезываться. А обрезание учит закон Моисею. А украушимся лжебратьям, вы слышите кто? Кравшиеся лжебратья, Библия говорит, Христос говорит, в последнее время, перед пришествием Христа, появятся лжехристы, лжепророки, лжеучителя, которые будут учить неправде. И сегодня очень много лжепророков и лжеучителей. И поэтому сегодня родилось так много конфессий. Бог это предвидел, Иисус это предвидел. Появились лже-братья, скрытно приходившие подсмотреть за нашу свободу. Мы ни на час не уступили им и не покорились. Против какого закона выступает Павел? Смотрите, он пишет. О, несмысленные галаты! Кто пристил вас не покоряться истиной? А истина это что? Заповеди Божьи это истина или нет? Откровения Божьи это истина. И вы не покоряетесь истине. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Закона какого? Моисеева. Через дела закона? Обрезание, жертвоприношение, обряды, там новомесячие, там праздники, седмицы. Нет, через это невозможно получить духа святого. А только через наставление в вере. И Павел их осуждает за это. Многих христиан, наверное, смущает вот этот текст Библии. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, новомесячие или субботу. Но, Антонюк, а что ты теперь скажешь? У меня есть ответ. Читаю я следующий текст, 17 текст. Смотрите, он такой короткий. Это есть тень? Вот это вот есть тень чего? Будущего. А 10 заповедей Божьих, что является тенью Иисуса? Нет. А что является тенью Иисуса? То, что происходило в святилище, в храме. Служение, жертвоприношение, обряды эти все. Библия говорит, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Поэтому, это очень серьезное дело. Как же Антонюк должен ответить на вопрос? Тут же конкретно написано, что пусть не смущает вас суббота. Но вы заметите эту троицу. Праздник, новомесячие, суббота. И давайте будем с вами следовать. Еще я одну цитату от этого человека, который написал это рассуждение. Такое, которое меня удивляет. Смотрите. Неудивительно, что апостол Павел, открывший слушателям свою всю полноту. Вы слышите, как он правильно написал? Что он всю полноту промысла Божьего открыл. Ничего не говорил язычникам о субботнем покое. Это же обман. Если апостол что-нибудь и упоминал о субботе, то лишь увещевал не хранить субботнего покоя и удаляться от соблюдающих еще этот обряд. И это он строит, это свое такое резкое заявление. На основании, что никто до вас не смущает за новомесячие, праздник какой-либо и субботу. А он говорит, что Павел категорически отказался. Давайте мы проверим, насколько Бринза является способным богословом. Давайте вместе с вами попробуем изучить это. Против какого же закона выступает Павел? Итак, праздник суббота новомесяча. Эту троицу заметьте. Но это очень интересно. Против этой троицы Бог выступает в Ветхом Завете. Бог, который дал субботу как заповедь, никак он не может против четвертой заповеди выступать в Ветхом Завете. А он, однако, выступает против субботы. Давайте посмотрим. Пророк Исаия говорит. Не носите больше даров тщетных. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Бог называет эту субботу беззаконием. Дальше совет. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. А что такое зло? Нарушение любой из десяти заповедей. Нарушение четвертой заповеди – это зло. Значит, никогда не может четвертая заповедь быть помещена вот в этом слове «суббота». Значит, здесь что-то не так. Значит, здесь идет речь о какой-то иной субботе. Смотрите, что пишет Соломон. «Чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботы, новомесячи и праздники три раза в году». Итак, три раза в году есть новомесячие, праздники и субботы. Суббота есть, которой всего три раза в году. Есть 52 субботы в году, а есть три субботы в году. Возникает вопрос. Это одно и то же? Это четвертая заповедь, седьмой день? Или это что-то другое? Нам нужно открыть эту правду. Что представляют эти праздники и субботы? Давайте посмотрим праздники, где Господь говорит конкретно о праздниках. «И сказал Господь, вот праздники Мои, шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание, никакого дела не делайте, это суббота Господня». Итак, Библия говорит, в Библии есть суббота Господня. Она является седьмым днем. Бог говорит, шесть дней я работаю, делаю всякие дела, а день седьмый – Господу Богу. Это Господня суббота. Итак, мы с вами видим, конкретно написано, есть суббота Господня. Но дальше, читая о праздниках, которые евреи выполняли, Библия описывает, Моисей записал, Пасха – первый праздник, праздник опресноков. Вот праздники Господни. Первый месяц, четырнадцатый день месяца, вечером Пасха Господня. И пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки, первый день добудет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертвы Господу, в седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. Очень важная деталь. Вот это, что я желтым отметил, оно имеет такое же самое отношение, как суббота, седьмой день недели. Нужно в субботу, седьмой день недели, Господь говорит, проводите священное собрание, никакой работы не работайте. и заметьте, первый день и седьмой день нужно это делать, скажите, это выпадает всегда на субботу, скажем, первое число и седьмое число, это подряд две субботы, или это не подряд субботы, чтобы было подряд две субботы, то нужно первое и восьмое число, правильно или нет? А если 1 и 7 выпадает на 2 субботы или нет? На одну может выпасть и субботу, а на другую нет. И скажите, пожалуйста, 14-го Ниссана в месяце, 14-го, скажем, июля, скажите, каждый год 14-го июля выпадет на субботу? Нет. Точно такая ситуация была тогда. Но Бог говорит, что 14-го, это очень важный праздник, что 15-го и затем плюс 6 дней, опять суббота и суббота. Что это? Как это сколько суббот? У недели только одна суббота. А Бог говорит, что их больше. Значит, это очень интересно. Получается, Бог сказал, что у меня есть моя суббота, седьмой день недели, а здесь написано, что есть еще какие-то праздники. Второй праздник иудейский. Это седьмец праздник или праздник труб. И сказал Господь Моисею, и сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым в седьмом месяце, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, а приносите жертву Господу. Также в девятый день седьмого месяца от всего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Никакого дела не делайте в день сей. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера, девятого дня месяца, а от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Скажите, первого числа и с девятого на десятые. Скажите, это выпадает две субботы? Если первого суббота, то следующая суббота будет восьмого, но никогда не десятого. Правильно или нет? А здесь десятого числа это суббота, Бог говорит, ваша. И Бог говорит, что это ваша. У Бога есть его суббота, суббота Господня. А Бог говорит, а я даю вам еще одну субботу, но она ваша, она не моя. Это очень интересно. Давайте прочитаем о третьем празднике. Праздник Кущи. Пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуете праздник Господний семь дней. Первый день покой и восьмой день покой. А здесь может выпасть как? На две субботы, да? Кущих живите семь дней. Итак, Библия показывает нам. Но одно, что я должен заметить. Первый день, то есть пятнадцатое число, и затем было десятое число суббота, да? Предыдущий праздник. Десятого числа. А теперь пятнадцатого дня Бог говорит, что это у вас суббота, покой. И затем плюс еще семь дней, опять будет покой. Вы видите, не совпадает с недельным циклом седьмой день недели. Это говорится о каком-то другом покое. Суббота, покой, но Бог разделяет покой на две категории. Давайте посмотрим разделение это Божие. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу. Затем я не читаю уже эти тексты. С 33 по 36 написано о празднике Кущи. А 37 текст подводит итог. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, каждое свой день, кроме... Вы чувствуете? Есть субботы ваши, кроме суббот Господних. Скажите, это одно и то же? Нет, друзья. Празднуйте субботу вашу и кроме суббот Господних. Есть две категории суббот. Итак, первая категория суббот. Суббота временной отрезок, недельный цикл, седьмой день недели, памятник творения, четвертая заповедь закона Божьего, знамени между Богом и человеком, печать Божья. Господь говорит, это моя суббота. Но есть еще субботы ваши. Давайте смотрим на субботы ваши. Соломон описывает. Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение, по заповеди Моисея, субботы в новомесячье и в праздники. Три раза в году. Праздника пресноков, праздник седмиц и праздник кущей. Итак, есть субботы, которых три раза в году, и есть 52 субботы. Давайте посмотрим, какие это, что представляют субботы ваши. Вторая категория суббот. Суббота – это еще три праздника по несколько дней в году, когда евреи покоились и праздновали смысл тени будущих благ. И там есть первый и последний день в каждом празднике – суббота. Эти субботы были символами Божьего плана спасения и указывали на пришествие Мессии. Эти праздничные дни Бог назвал – это ваша суббота, не имеющие ими ничего общего. С 52 субботами в году, о которых Бог сказал – седьмой день недели суббота – это суббота Господня. Я хотел, чтобы вы обратили внимание, я вам говорил, эту троицу заметьте. Всегда в Библии, когда вы будете перечитывать, Ветхий Завет или Новый, и вы увидите эту троицу – праздники, новомесячья, субботы. Помните, мои дорогие, там не говорится о четвертой заповеди, там не говорится о седьмом дне недели, там говорится «совершенно», а о другой субботе – то, что является праздниками иудейскими. Три важных праздника иудейскими. Итак, система субботы вашей, она вечна. Скажите, навсегда Бог дал эти субботы ваши, эти праздники? Нет, пророчество говорит, смотрите, «И прекращу всякие праздники ее, новомесячье и субботы ее». Именно об этом Павел говорит. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, новомесячье или субботу. Скажите, это то же самое? Праздники, то есть, прошу прощения, праздники, новомесячье или субботы, и внизу, и вверху, на том тексте, одно и то же написано или нет? Одно и то же. То есть, праздники, новомесячье и субботы, когда вы троицу это встречаете, помните, это не суббота, день Господний, это другая суббота. Суббота еврейская. А что сделали христиане? Назвали четвертую заповедь еврейской субботой. А Бог кому дал четвертую заповедь? Адаму и Еве. Вы дети Адама и Еве, не Авраама. В основном. Я верю, что есть и дети Авраама здесь, но большая часть тут не детей Авраама, а дети Адама все. Поэтому серьезно подумайте. Закон Моисея, книга закона, вот это то, что было отменено и пригвождено ко кресту. Против какого же закона выступает Павел? Давайте перечитаем хотя бы некоторые моменты из Евангелия. Я думаю, что я не буду перечитывать эти все тексты, потому что слишком много, и у меня не работает пульт, я буду стоять здесь. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла в Арнаве с ними, то тогда они послали Павла в Арнаву и некоторых других отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения какого дела? Учения христианской церкви или чего? Начало учения церкви или они разбирают проблему, возникшую в церкви, уже которая существовала? Проблему рассматривают. То есть, учение церкви, церковь имеет основание, и она стоит уже. Но пришла ересь в церковь, и апостолы разбираются с ересью. И Моисеев закон говорит о некоторых вещах, которые нужны христианам. И они это подчеркивают. И смотрите, они говорят, по долгам рассуждений Петр стал сказать, что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников его бремя, которого не могли понести ни отцы ваши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Поэтому я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им. Что написать? То, что написано в законе Моисеевым. То есть, помимо того, что мы преподали апостолам, апостолы этим христианским церквям основание веры, из закона Моисеева нужно взять следующее. Воздерживаться от оскверненного идолами, блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего себе не хотят. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Написавший и вручивший им следующее. Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами, поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать какой закон. Я думаю, что вы все понимаете. Поэтому пусть Бог поможет каждому из вас серьезно подумать об этой проблеме, что надо чуть-чуть глубже копать у Библии, не срезать вершки. Следующее. Давайте. Блажен человек, которому Господь... Это пишет Павел. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Скажите, о чем идет речь? О десяти заповедях или о чем? О проблеме обрезания, которые навязывали иудеи. И поэтому написано, ни обрезание, но Бог открылся Аврааму еще до обрезания. Поэтому не имеет роли это обрезание. Павел говорит, вот я Павел говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Скажите, здесь Павел давит на десять божьих заповедей, что они неправильны? Нет, друзья мои. Пожалуйста, еще берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания, мы служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Посмотрите, на плоть надеющиеся, здесь говорится на обрезание. Некоторые протестанты мне говорят, Александр, нам так жалко тебя, ты хороший проповедник, но ты на плоть надеешься. Я не обрезанный. Я не обрезанный, поэтому я на плоть не надеюсь. Вы же посмотрите, о чем идет речь, о буквальном физическом обрезании, а не о десяти божьих заповедях. Следующий текст. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священству по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Христос не от колена Левина, но от колена Юдина. Скажите, пожалуйста, священником мог быть от какого колена? Леви. А Христос? От Юды. Скажите, о каком законе идет речь сейчас? Проблема. Христос стал священником по чину Милхиседека. Скажите, это правильно по закону Моисееву или нет? Неправильно. Скажите, а десять божьих заповедей учат о законе левицком священническом? Нет. Скажите, здесь, когда вы читаете вот эти слова, что отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине немощи и бесполезности, можно это отнести с этого контекста десяти заповедям. Здесь написано о священническом законе, но никогда не о десяти заповедях. Поэтому, друзья мои, здесь речь идет о законе Моисеевым, но никогда не идет речь о десяти заповедях. Еще. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, ибо невозможно, чтобы кровь козловительства уничтожала грехи. О каком законе идет речь? Моисеев закон. А дальше смотрите, о Христе дальше что написано? «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, всесожжения и жертвы за грех неугодны тебе, потом прибавив, вот иду, исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы поставить на вид второе». И мне говорят, видишь, Александр, Христос отменил субботу, отдал воскресенье. Так тут написано. Друзья мои, как можно так и сказать, когда здесь написано о священническом действии Иисуса Христа, что он стал агнцем, и священник, и жертва одновременно, это Иисус Христос. Поэтому он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Против какого выступает закона Павел? Вот здесь написано. Должно обрезывать язычников, заповедовать, соблюдать закон Моисею. Против закона Моисею. И здесь то же самое. Я цитирую же тексты, которые были. Павел выступает за священство Иисуса, который приходит в небесное святилище со своей кровью, но не с левицкой кровью козлов и тельцов. И это нормальное явление. Я его поддерживаю. И я преподаю послание апостола Павла, друзья мои. Я очень хорошо разобрался в этом. И мне очень жаль, что многие люди не читают это. Ну и еще последнее. Жаль времени не хватает мне. Истребил учение бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил ко Кресту. И вы знаете, это 14 текст, а дальше 15-16 говорят, что поэтому пусть не смущает вас ни суббота, ни новомесяч, ни праздник. Какое же рукописание Христос пригвозил ко Кресту? Закон Божий написан чьим перстом? Божьим. А рукописание, что это? Вот, например, читаем, возьмите ее книгу закона, возьмите, и положите ее одесенную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против вас. А тут написано рукописание, которое было? Скажите, можно соотнести эту книгу закона к этому рукописанию или нет? Да, но я вам скажу еще об одном рукописании. Я в нескольких словах вам представлю это. Итак, какое рукописание Иисус пригвозил ко Кресту? Помимо всего того, что закончило свое деяние со смертью Иисуса Христа, что указывало на Него, у евреев еще было достаточно комментариев. Они написали после выхода из Вавилонского пленения, после того, как был издан указ, возвратился остроить Иерусалим, Иерусалимский храм, они вернулись и они там начали писать комментарий на Тору, потому что не понимали, что такое Тора и чему она ушит. И поэтому они написали первый комментарий на Тору на петь книжей Моисея, которые назвали его Мишна. Вот смотрите, по отношению к чему, что является рукописанием. Я вам хочу привести эти тексты. Когда же Петр, как работало рукописание? Когда же Петр пришел в Антиохию, то Павел говорит о себе, я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Знаете, кто пришли? От Якова с Иерусалима пришли христиане иудеи. И когда Петр увидел, что пришли с Иерусалима с центра пришли иудеи и христиане, и он перестал общаться с язычниками. Потому что был такой закон, который учил не сообщаться с язычниками. Рукописание такое было. Я сегодня покажу вам это рукописание. Итак, Библия говорит, закон этот рукописание, это закон традиции. Не укушай, не дотрагивайся, не сообщайся с язычниками. Это Мишна. И Мишна, она комментировала Тору, и они написали после Вавилонского пленения первый комментарий, который объяснял Тору. И с тех пор появился первый комментарий на свете книги Библии. Но затем Библия говорит, Господь говорит, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек, чаш, делайте многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое что? Предание. Это рукописание. И это рукописание говорило, неумытыми руками нельзя кушать, нельзя то делать, нельзя общаться с язычниками и так далее. И появился через некоторое время новая книга, то есть не книга, устный комментарий. люди спустя столетия, люди спустя столетия с небольшим не могли понять, чему учит Мишна этот комментарий, который был написан на это, на Тору. И тогда раввины дней тех сообразили и создали 613 устных правил, которые комментировали комментарии Мишну. Для того, чтобы люди могли понимать Мишну, они придумали 613 правил, которые давали возможность понимать не Тору, а комментарий. Затем прошло некоторое время, люди стали не понимать эти устные правила. Это Талмуд. И тогда раввины написали новую книгу, которую назвали Медраж. Медраж это комментарий, который комментирует Талмуд 613 устных правил. К дням Иисуса Христа этого уже было мало. Люди не понимали Медраж. И тогда они написали следующий комментарий, который комментировал Медраж. Назвали его Гемара. И таким образом к дням Иисуса Христа было 4 комментария. Послушайте, как они работали. Гемара толковал Медраж, который толковал Талмуд устные 613 правил. Устные 613 правил Талмуд толковал Мишну, которая толковала Тору книгу закона Моисея. И мы говорили так, мы оградили Тору закон Моисеев четырехрядным забором. И поэтому никогда человек не нарушит Тору, потому что чтобы нарушить Тору, ему нужно было нарушить 4 комментария. И таким образом людей дней Иисуса Христа не учили Тори. Моисей когда-то сказал такие слова «Пророка Господь воздвигнет, как меня, слушайте Его». Если бы людей дней Иисуса Христа учили книги закона, они бы узнали в Иисусе Мессию, а людей учили во дне Иисуса вместо Торры четырем комментариям. Поэтому то время, когда Христос пришел в наш мир, было одним из самых темных времен в народе израильском. Даже тогда, когда они поклонялись идолам, конкретным Ваалам, Астарте, с ними легче было работать и вернуть их Господу, чем теперь. Эти комментарии настолько помутили разум людей, что они так и не узнали в своем Мессии, в Иисусе, Мессию и Господа и Спасителя и предали на смерть Иисуса. Посмотрите параллель. Мы сегодня живем в нашем мире, когда слишком много комментариев. И все комментарии работают, чтобы склонить человека куда-то. И есть одно Слово Божье – книга Библия. Бог хочет, чтобы вы могли найти в этой книге спасение. Она одна ведет к Богу, к Царству Небесному. Она одна показывает, как можно вернуться в потерянный рай. И сегодня Бог хочет вас пригласить и я, Антонюк, вас приглашаю. Повернитесь спиной к комментариям. Библия достаточна, самодостаточна для того, чтобы ее понимать и жить по Слову Божьему. Христос сказал, что но Он сказал им и вам законникам горе, что налагаете на людей бремена неудобно симые, и сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них, но тщетно чтут меня уча учением и заповедям человеческим. Сегодня во многих конфессиях вы заметили, учат басням или нет? Да. И научили, и люди, вы знаете, люди решили, да так мои родители, да так мои дедушки, бабушки, прадедушки, да это уже так с покон веков было, уже столетий сколько так, что я буду что-то менять? Если вы ничего не поменяете, вы погибнете. Поэтому пусть Бог сегодня поможет вам серьезнейшим образом подумать о своем спасении. АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ Путь на Голгофу далек, путь на Голгофу так труде, жаркое солнце печет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Голгофу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голгофу Голгофу Проливает Хоть он им всем Прощение Дает Спасибо большое, Аллочка Мои дорогие друзья Сегодня мы могли провести Краткое текстологическое Исследование Что есть истина Десять Божьих заповедей Или закон Моисеев Против чего Борется апостол Павел Вы сегодня, если бы вас спросили Вы бы могли объяснить с того, что вы услышали Против какого закона Выступает апостол Павел Закон Моисеев, книга закона Павел не выступает Против морально-нравственных норм Которые всегда определяли Чистоту характера Красивый характер Человека Которые представляют собой Характер небесного Бога И Бог хочет, чтобы мы могли Похожими быть на Него Иисус хотел, чтобы мы были Похожими на Него Иисус очень этого хочет И Он приглашает сегодня Каждого Дитя Мое делать, как я Мы можем сегодня находить Какие-то богословские концепции Которые помогают нам Уйти от правды Божьей Но это только Комментарий А истина Она в Библии Она непреложна И вы понимаете сегодня Что нельзя делать Из Божьих откровений Из закона Моисеева Кашу, салат Это грех Больше того Если вы будете следовать Этому салату Ни один из вас В Царство Божье не попадет Потому что Бог Он слишком умный Чтобы сделать так Чтобы люди не могли понимать Где же правда Чтобы люди бедные Пытались тыкаться в одно место Другое И быть в поисках И не знать Где же разобраться В этой многоголосице Бог четко в Своем Слове Все начертал Написал Эту программу спасения Ввиду грехопадения Он четко написал Чем это началось Как историю И чем это закончится Предсказал в Своем Слове Скоро придет Иисус на землю Он уже уплотил За наши грехи Он уже стал Агнцем Божьим Он сегодня Священник В небесном святилище Так говорит Слово Божье Посредник За нас с вами Хадатай Перед Отцом Он скоро вернется На нашу землю Я хочу Быть с ним Я хочу быть В его царстве Поэтому принял В своем сердце Решение Я хочу быть Послушный Господу Я поворачиваюсь Спиной К комментариям Которые Уводят меня От правды Я хочу Следовать Библии И только Библии И пусть Бог Поможет вам Сделать Правильный выбор Чтобы не жалеть Тот день Когда Он придет Сегодня Это не просто встреча Бог Хочет Чтобы вы могли Знать правду И Он показывает вам ее Ему поверьте Я хочу Помолиться За вас Дорогой наш Небесный Отец Мы сердечно Благодарим Тебя За то Что в своем Слове Ты четко Определил Путь Правды Четко Определил Красоту И своего Характера Открыл нам В твоих Скрыжалях Откровения И ты хочешь Чтобы мы Господи Не шли На компромисс С грехом Чтобы не находили Для себя Объяснения Философских Заключений Богословских Измышлений Помоги нам Иметь смиренное Сердце Послушное Тебе Твоему Слов Помоги Поверить Библии И следовать Ей Сегодня прошу Чтобы ты поддержал Вместе со мной Господи Всех этих Людей Которые Присутствуют В этом зале Они Господи Нуждаются В твоей поддержке Укрепи Их веру Твое Слово Помоги Чтобы они Сегодня могли Посмотреть Правде В глаза И Господи Последовать Истине И только Истине Чтобы когда Ты придешь Они могли Ощутить Что сделали Правильный Выбор Чтобы они Тогда Господи Были Самыми Счастливыми Самыми Радостными Не дай Господи Остаться Там Где Обман Помоги Пожалуйста Потому что Очень тяжело Ведь всю жизнь Возможно Мы куда-то Ходили Разделяли Какое-то Убеждение Боже Небесный Помоги Нам Поверить Тебе И Твоему Слову И поддержи Веру Каждого Человека Сегодня Когда мы Покинем Это место Пусть Твои Ангелы Берегут И хранят Пути Каждого Из них Пожалуйста Пусть Дух Святой Помогает Им Размышлять Над тем О чем Мы Говорили Господи Храни Их Дома Позаботься О их Транспорте О всем В чем Они имеют Нужду А завтра Помоги Нам Вновь Прийти Сюда Чтобы Нам Открывать Твою Правду И Следовать Ей Молитва Об этом Во имя Драгоценное Для нас Имя Господа Спасителя Иисуса Христа Аминь Спасибо Вам Были с нами Сегодня Я думаю Что на улице Уже дождика Нет Или есть Дождик